Час Делягина на радио Комсомольская правда Бродит по Европе Было такое, да А призраки Третьей мировой А кстати напрасно кончились Надо бы вернуть Да, призраки Третьей мировой Которые вот ходят уже И в связи с событиями на Украине Вновь возрождается Призрак Третьей мировой войны В 2014 году Поскольку здесь и связь Столетняя С Первой мировой В 2014 году был вот 100 лет Тут сейчас уже вспоминают И так называемое проклятие Лермонтова Что в годы его юбилеев Это еще Анна Ахматова отметила Что-то страшное происходит с Россией Какие годы его юбилеев? Юбилеев 1914 Это 100 лет рождения И 1941 Да, 1941 Великой Отечественной И вот сейчас наступил 14-й год Глоба Ну, начнем с того Что в 50-летний юбилей Ничего не происходило В 64-й год был тихий И спокойный 1800, я имею ввиду 2900 Ничем кроме свержения Хрущева В общем-то не запомнилось Ну, вот охватывается Так что если говорить только О столетних юбилеях То, знаете, закономерность Которая проявилась один раз Это не совсем закономерность Вот это первое А второе Давайте уточним с номерами Номерология прелестное, так сказать Занятие Оно мне иногда нравится Тоже Не могу назвать его вполне наукой Но, тем не менее Был такой кореец Мун Американский миллионер Создал свою секцию В секту Муниты Активно работал В Соединенных Штатах Америки При Рейгане Он сказал Он очень былым человеком Он сказал замечательную фразу Он сказал Третья мировая война Уже идет Сказал он В 1981 году И победа будет одержана На поле идей И победа была одержана На поле идей Советский Союз Развалили мы В погоне Не за джинсами Но за справедливость Так что Третья мировая война Уже закончилась Там можно спорить Четвертая или какая Но не третья Дальше Все меняется Технологии меняются Черчилль придумал танк В ходе Первой мировой войны И этот танк Все показал Во Второй мировой войне Но уже третья Холодная война Показала Что войны меняются Это уже не военная операция Опять же вспомнив И если Мушилов там надеялся Во второй Отечественной На поле И лично возил Людей в штоковую атаку На танки Товарищ Ворошилов Под Ленинградом От отчаяния Ну Думали Расстрелять или нет Его за это Потому что Это было безумием Но решили Что не будем Делать немецкую работу Технологии Меняются глубоко Мир меняется глубоко И сегодняшние Вони ведутся Фейсбуки Вконтакте А не на улицах На улицах Только завершающий штрих Как раньше Капитуляция Подписывалась А сейчас Военная операция Это тоже Что раньше Капитуляция Тоже завершающий этап Это Сегодняшние войны Это парализация Управленческой системы Чтобы стоял Беркут Его поливали Напалом Поджигали А он ничего не делал Чтобы отбить у людей Даже инстинкт самосохранения И если посмотреть На то Что сегодня войны Что же это такое Сначала были конфликты Малой интенсивности Партизанская война Которая выматывает И истощает общество А сейчас Это организация Саморазрушения Общества Достоит страна Вроде нормальная Богатая Как Ливия Нефть есть Вода есть пресная В Сахаре Это дороже нефти Всех снабжает Экспансию осуществляет В мире с Западом Померет Звук бац Обвалилась Внутри себя И нет страны Ну на первый раз Пришлось немножко Побомбить На Египет Никто не бомбил А Сирию Тоже не бомбили Представили Международных террористов Правда Десятками тысяч Огромного количества И нет страны Руины стоят Продолжается Гражданская война Ну якобы гражданская В Сечне мы это проходили Очень ярко Очень убедительно Сегодня войны другие Ждать что Вылезет какой-нибудь Посол Или министр Или канцлер Или канцлерин И скажут Мы объявляем вам войну Да нет такого Они вылезают И говорят Вы плохие Мы вас не любим Мы будем поддерживать Силы добра Справедливости Почему вы запретили Гей парад И парад Молодых обнаженных Русалок А вы знаете У вас пенсионер Сидоров В деревне Иваньков Умер от голода И поэтому Теперь там будет База исламских Серрористов И вы должны Толерантно Относиться К их активности На своей территории Вот что будет И это уже происходит Между прочим Сегодня граница Между войной И миром Размазалась Понимаете Как сказал Один Пожилой генерал Сказал Сейчас Разница между Войной И миром В том Что враги Одеты в твою форму Так что Мировая война Идет Нам ее объявили Китаю ее объявили Мы этого не понимаем Но вы знаете Это наша проблема Как сказал один Мой знакомый человек В 93 году Я с ним Правда больше не виделся Я его Пытался Узнать У него Выспросить А почему У барана Такое нежное Вкусное мясо Потому что Вот есть мясо А баранин Совершенно отдельно Почему это особое мясо И он очень Ко мне Питал душевное расположение И он хотел Действительно Чтобы я поискал Ну ты понимаешь Баран это как русский Его режешь А он не понимает Ну вот Пора уже понимать Что война идет Что нас режут И что логика Должна быть Не мобилизационной Не катастрофической Не нужно кричать Что Не нужно искать Врагов Врагов под кроватью Но нужно понимать Что многих людей Нужно держать в рамках Потому что Они врань И они вас уничтожат Как уничтожили Нас В 91 году Кто-то разрушал страну Так сказать Желая ей хорошего Кто-то разрушал страну Совершенно осознанно Желание зла Даты влияют на людей Юбилеи влияют на людей Люди начинают дергаться Давайте вспомним Проблема 2000 Оказалось Что проблемы не существуют Но все В сласть подергались Деньги на этом Заработали огромные Кто-то заработал Предвременную смерть От того Что перенервничал Даты влияют И юбилей 17-го года Будет влиять Юбилей 14-го года Будет влиять На массовое поведение На поведение элит На планы На все Будет влиять И в этом отношении Это зона повышенного риска Да Да И юбилей 14-го года Это относительно Спокойное время А август 14-го Это зона повышенного риска Но у нас это всегда так Потому что август Каждого года Это время Когда у нас занимаются Стратегическим планом Так что Давайте не будем Пугать друг друга Слишком сильно С одной стороны Бомбежек Нам ждать пока не стоит А с другой стороны Очередная мировая война Идет Просто называется Глобальной конкуренцией И ведется по-другому Она ведется на уничтожение Наше Не физическое А на уничтожение Нашей способности Сознавать себя А мы должны осознать Что пара минут перерыва Оставайтесь с нами Друзья Час Делягина На радио Комсомольская правда Продолжается Час Делягина На волнах Комсомольской правды Мы говорим О призраке Третьей мировой Который Пугает сейчас Поскольку Четырнадцатый год Да Но слава Богу Что конспирологи Нас пугают А Запад Нас воспитывает Последовательной поддержкой Нацизма на Украине Нам очень внятно Показывают Что Сегодняшний Запад Готов дружить С кем угодно Лишь бы они Ненавидели Россию Мы смеялись Что русофобия Является национальной идеей И главным критерием Демократизма Для политических Хрид Польши И Прибалтики Сейчас мы видим Что в Европе Строго говоря Есть две ценности Это агрессивная пропаганда Гомосексуализма Не путать с самим Гомосексуализмом Это никому не важно Но агрессивная пропаганда Гомосексуализма Это европейская ценность И русофобия На глазах превращается В европейскую ценность Тоже В этом отношении Ну уже господин Ярош На фоне Скажем госпожи Меркель Вын вполне нормальным человеком Которого хотя бы Человеческие мотивации Он люто ненавидит Все русское Но это понятно Он не извращенец По крайней мере И я давно говорил Что если верить Европейской риторике Главной проблемой Отношения России И Европы Является то Что Россия Поставляет Европу Газ Это главная проблема Главное Тягчающее обстоятельство Непродаваемый им газ Отношения были бы безоблачны Но я думаю Что это нужно Удовлетворить трудящихся Пусть Ярош Зарвет газотранспортную Систему Украины И мы будем Естественно Через некоторое время Нам понадобится Построить новые газопроводы Но мы начнем Сотрудничать с Китаем Это будет менее Для нас выгодно Но зато Не будет таких истерик И будем развивать Газохимию Нельзя целиком Сотрудничать Опираться только на Китай Мы должны быть Мостом между Китаем И другим миром И соблюдать баланс Потому что Китай это очень мощная экономика Чтобы нас не съели Да Но Мы должны понимать Что Китай нам войну Не объявлял А Запад На своем птичьем языке Похоже С событиями На Украине Войду на убиви Значит он Сделать так Чтобы он успокоился И больше Про это не вспоминал Потому что Иначе холодная война Легко перерастет В горячую И холодная война Против социализма Легко перерастет В бойню в Югославии А виноватый Опять будет Субь в Югославии Что происходит на Украине В общем там Югославский сценарий Прослеживается Вполне внятно Вполне прозрачно Если преступника Не наказать То он свое преступление Будет повторять Повторять и повторять В тысячекратно Удесятиренном масштабе Что такое цветная революция Тот же самый Югославский сценарий Во многих других странах И Грузия уже Из-за этого развалилась Я напомню Что Прозападное руководство Грузии Решило устроить геноцид В Абхазии И Южной Осетии Людей Которые не захотели Чтобы их вырезали Объявились сепаратистами До сих пор На эту тему Сильно переживают Что им не дали Всех дорезать Точно такая же ситуация В Приднестровье была Я допускаю Что сейчас Карательные экспедиции Которые Уже начались На юге На востоке Украины Они могут Привести к тому Что аналогичная ситуация Начнет возникать На юге Востоке Украины Это реальность Вы знаете 21 марта Закончился срок Когда граждане Украины должны Были сдать оружие Должны были Стать беззащитными Безоружными Перед лицом Бандитов Которые вооружены Западом Которые выкармливаются Западом Так что это Вполне внятная ситуация Которая может Зарваться в любой момент Ну вернемся опять же К призраку Третьей мировой Это вот не только К России Относится Это сейчас Заговорили А ведь В прошлом году Уже ходили Разговоры Об этом На Запад Даже несколько Книг вышло Но там более горячее Там о России И Украине Речи не шло А Говорили о Китае И Японии О спорных Этих островах Что это может быть Очагом напряженности Ну разумеется Сирия Разумеется Там вот еще Были первые признаки Вот этого Грядущие Там Каких-то схваток Боевых Скажем так Это Ситуация В Корее Когда там Пугал Корейский Южный Северокорейский Лидер Там Атомными Испытаниями Ракет Там Америка Чего-то там Пугала Китай Северная Корея Элементарно Прост Северная Корея Начала создавать Атомную бомбу В начале 90-х годов Клинтон сказал Ребята Не создавайте Атомную бомбу Не надо вам Атомной энергетики Давайте мы будем Солярку поставлять Для ваших Живопырек Чтобы свет вырабатывать И все будет в порядке Через некоторое время Американцы забыли Зачем они поставляли Солярку Сказали Так А что это мы Даем солярку Просто так Нет Все Перестаем давать вам солярку Отлично Сказали сервые корейцы Мол Тогда Мы Возобновляем Ядерную программу Вот и вся история При этом Для того чтобы Северная Корея Держать своих граждан В должной мобилизации Должен быть внешний враг С другой стороны Южная Корея По-моему Сошла с ума Они очень долго Очень тщательно И защелно Вели дело К интеграции Северной Кореи И Южной Кореи С сохранением Так сказать Прав северокорейской элиты Потому что 28 миллионов Дисциплинированных рабочих Которые Так сказать Не привыкли Получать зарплату Это огромный Огромный конкурентный ресурс Для Южной Кореи Я подозреваю Что японцы Американцы Испугались объединения И под их давлением Южная Корея Заявила Что никаких Прав Северной Кореи Признавать не будет Мы просто поглотим И сделаем Что хотим И всех посадим Естественно На этом процесс И закончился Это сопровождалось Некоторой напряженностью Была напряженность Естественно Что возвышение Китая Создает огромные проблемы Для всех соседей Потому что С одной стороны Китай начинает Знать кто и как Его оскорблял А в отношении нас Еще и придумывать Кто и как его оскорблял Вот Хотя мы передали ему Маньчжурию Например Это же была Не китайская территория На самом деле И много в чем Помогли Но Япония У них сейчас Япония У них любовь Навсегда После Намкинской резни 1938 года И после того Что творили японцы В Юго-Восточной Азии Им никто ничего не забыл Навсегда Им это запомнят Как на Украине В Белоруссии Запомнили немцам Я еще застал людей Которые Когда слышали Немецкую речь Лезли в драку В 90-м В 91-м Годах Вот Поэтому с Китая И с Японией Там действительно В мире Много зон напряженности Совершенно безумный Ислам Который Расцвел в странах Где очень жарко Нет воды И поэтому Нужно найти Каких-нибудь неверных Чтобы их быстро порезать Проблем Очень много При этом Если раньше Запад И наша страна Обеспечивали Относительную стабильность В рамках Диполярного противостояния Сейчас наша страна Разрушена И Запад Лишился Сдерживающих тормозов И он решил Американские стратеги По крайней мере Решили Что можно натравить Ислам На всех конкурентов Можно использовать Его как свое оружие Действительно В Америке Ислам развивался В 70-е, 80-е Даже 90-е годы Сейчас его не видно И не слышно Он придавлен Политический ислам Я имею ввиду А в Европе Это главная проблема То есть Американцы Используют Все возможности Для подавления конкурентов Главный конкурент Для них Текущий Это европейцы Главный стратегический Конкурент Это китайцы Которые уже становятся Главным текущим Конкурентом У Китая У самого масса Внутренних проблем У него тормозится Экономический рост Люди Революция ожиданий Которая продолжилась 20 лет А 20 лет Люди каждый день Жили все лучше и лучше Все заканчивается На глазах Будет много Недовольных Одновременно С этим Родилось поколение Мальчиков Которых точно Не будет жжем Физически не хватит Что делать Нужно куда-то Сбросить эту агрессию Куда На кого Как Никто не знает Но агрессия сбрасывается Сама собой Обычно В таких случаях Мы кстати Здесь под боем Тоже Потому что Пустое пространство Сибири Дальний Восток Оно и раньше Раньше было Не особо Населено А сейчас Оно просто Вымерш В результате Либеральной политики Это пустые земли Очень много Очень серьезных Опасностей Мир может взорваться Почти в любую минуту Независимо Да Кого вы не слушаете Экономисты говорят Мир сейчас срывается В глобальную депрессию Все стали жить хуже Чтобы объяснить Это своим народам Нужно строить войну Политики говорят Перепроизводство элит Ее нужно прорядить Дипломаты говорят Вы знаете После каждой войны Большой Достигалось соглашение О правилах игры А после распада Советского Союза После поражения Советского Союза После победы Запада В холодной войне Никаких договоренностей Не было Запад творил Что хочет И творит сейчас Что хочет По умолчанию Международное право Практически отменено Это невозможно Потому что Отсутствие правил Разрушает Даже сильнейшего Ведь Когда американцы Жалуются Что они больше Не всевластные Не всесильные Ну извините Действительно так Они не всевластные И не всесильные Хотя они кажется Одни Они одни Но против них Сгущается Зыбкая Зыбкая сила На них Дарится Противление Среды Они даже В конце 90-х Не могли Товерить Что хотели И сейчас Тоже Человечество Складывается В среду Которая Противостоит Им Которая Противостоит Им Как Ангрессорам Это Неструктурированное Противостояние И оно Ужасно Потому что В нем Нет правил А у нас Есть правил Уйти на пару минут Из эфира Оставайтесь с нами Друзья Час Делягина На радио Комсомольская правда Продолжает Сейчас Делягина На волнах Комсомольской Правды И мы Продолжаем Разговор Завершаем О Призраке Третьей Мировой Войны Можно сказать Что Сейчас Нет Войны Но есть Глобальная Конкуренция От этого Никому не лешу Глобальная Конкуренция Приобретает Чудовищный Хор Например Что такое Разрушение Северной Африки Разрушение Мы говорим о революциях Но это повторение Западной пропаганды В Ливии Стоят города В которых Жило по 50-60 тысяч Человек И жило совсем неплохо Сейчас это Пустые руины Никого даже не волнует Куда делись эти люди Вряд ли они уехали в Италию Сирия Разрушенная Страна Которая была Цветущей Мазис Она разрушена Югославия Так и не оправилась После войны И крошечные кусочки Которые хотели Построить Свой отдельный рай Там Словения Охвачена кризисом Хорватия Охвачена кризисом Черногория Живет отнюдь Небогато Что уж говорить Про остальную территорию И когда мы Глядим на это То это Разрушение Целых стран Погружение Целых народов В пучину Даже не Братуубийственной Войны А самоподдерживающейся Бойни В кровавую Мусорубку В которых Они сами себя Прокручивали Где-то кровавая Где-то экономически Вроде бы бескровная Хотя люди точно так же Лишаются смысла жизни И перспективы Мы с ужасом Смотрим на Торжество нацизма На Украине Прибалтика Из Латвии Треть населения Уехало на заработки Трудоспособного возраста Из Румынии 30-40% Трудоспособного населения Уехало на заработки В течение двух лет После присоединения К Евросоюзу Там нечего ловить Польша Где появился Термин Евроребенок У которого Родители на заработке И ребенок Их не видят Это то же самое Это разрушение Человеческого социума Он осуществляется Не из Кровожадости Он осуществляется Во-первых Потому что Интересы бизнеса Этого требуют А во-вторых Потому что Нужно удержаться От срыва Глобальную депрессию А как удержаться От срыва Глобальную депрессию Нужно чтобы Кто-то финансировал Долги развитых стран В том числе Соединенных Штатов Америки Механизм простой Есть Сложился глобальный рынок На нем монополии Они загнивают На этом глобальном рынке Источника внешней конкуренции нет Технологический прогресс Они сдерживают Новые технологические принципы По завершению холодной войны На самом деле Не придумывают Коммерциализируют Старые А монополии загнивают Это проявляется Сжатие коммерческого спроса Как сделать так Чтобы мир не срывался В глобальную депрессию Нужно сжатие коммерческого спроса Компенсировать Ростом государственного спроса Это значит Государство не может Бесконечно печатать деньги Государство вынуждено брать взаймы Рост государственного спроса Который поддерживает экономику Проявляется Как рост долга Который уже нельзя вернуть Откуда найти деньги Для финансирования этого долга Если вы строите дорогу По которой ездят люди Развивают бизнес То это окупится Вы можете осуществить инвестирование Но если у вас все дороги уже построены Как в развитой стране У вас нет возможности создания новых Контуров получения прибыли Вы просто вливаете деньги в экономику Значит вы должны у кого-то взять взаймы Чтобы эти деньги влить в себя Рост долговой пирамиды Приходится пугать всех Все спекулятивные капиталы со всего мира Чтобы они прибегали к вам Как напугать спекулятивные капиталы Устроить кризис Разрушить страны Вот это логика американской внешней политики Уничтожать страны Чтобы поддерживать глобальное равновесие На сужающейся шагренивой кожи Кусочки цивилизованного мира Сейчас пришла очередь Украина Я думаю, что мало кто сомневается Что мы на очередь Следующие Может быть мы вторые Может быть мы третьи С Ираном, кстати говоря, не получилось Иран оказался не по зубам Прилагали титанические усилия И на этнической почве расшатывали И на политической взятки давали И санкции объявляли Иран выстоял Потому что Иран И эти колонны запускали Потому что Иран Это действительно демократия Это демократия, которая служит Не глобальному бизнесу А своему народу Да, с моей точки зрения Демократия странновата Исламская демократия Но она работает Страна-то стоит Страна стоит Страна сейчас получает Новый глоток воздуха Она выходит на мировой рынок Я видел, как они живут Когда солдат стоит В почетном карауле У гробницы имама Хамени Как у мавзолей На него ботинки драные Реально драные ботинки Вот как они живут Но они выстоят Потому что они понимали Что против них ведется война Когда вы понимаете Что сегодняшняя глобальная конкуренция Это превращенная форма войны У вас есть шанс Выставить и даже победить Если вы не понимаете Что с вами происходит У вас шансов никаких Лучше в драных ботинках Но стоять Чем откинуть ноги Вы знаете Лучше стоять в драных ботинках Даже босиком Чем лежать в могиле Да Но в костюме От брюн И всяких этих Башмонаша Правящая тусовка Наша обшорная аристократия Пока предпочитает Ложиться в могилу Но я надеюсь Что невменяемых Вычистят А остальных вылечат В том числе Американцы И западники Своими санкциями Своими угрозами Я занялся вопросами С удивлением обнаружил Что некоторое количество людей Которых я Привык считать Не вполне добросовестными Не хорошими Они где-то года С 2007 Начали возвращать Бизнес в Россию Очень интересно Да Они сохраняют активы На Западе Они сохраняют Некоторые даже Гражданства Западных стран Но при этом Они Очень старательно Возвращаются в Россию И не только потому Что здесь норма прибыли На порядок выше Чем на Западе Норма прибыли По большому счету Уже не нужна У них все хорошо Уже А потому что Они понимают Что Если Запад Будет последователен То им не будет Места на Запад А Запад Будет последователен В конце А ему деваться Не надо Ему нужно Откуда-то Брать все новые Новые средства Чтобы поддерживать Пирамиду долгов Сейчас он Разрушает страны Чтобы напугать Спекулятивные капиталы Чтобы загнать их В эту пирамиду Но это только сейчас Когда он разрушит Какую-то критически Значимую часть мира Выяснится Что дальше Испуг недостаточен Дальше капиталы Не загоняются И загоняются В недостаточном количестве Посмотрите За последние годы Не удалось разрушить Северную Корею И в целом Корею Потому что понятно Что имелось ввиду Корея в целом Не удалось разрушить Такое нелепое образование Как Пакистан Склеенное на коленке Не контролирующий Собственную территорию Управляемую На самом деле Генеральным штабом Но взорвать-то не удалось Стоит Не удалось полностью Уничтожить Сирию Не удалось Держится Выстрел Иран Какая-то самоорганизация Не очень понятно Наблюдается в Ираке И нам нужно Взаимодействовать С Афганистаном не получилось Да И нам нужно С Афганистаном Ни у кого не получилось Так что здесь Это не является Не является Проявлением тенденции И здесь нам нужно Взаимодействовать Не с теми К нам симпатичными А с теми Кто способен Противостоять Этой агрессии Не важно Нравится нам Этому человеку Или не нравится Исповедуемые Его ценности Или не исповедуем Если эта страна Способна защитить себя От экспансии Глобального бизнеса Нам с ней По дороге Даже если у нас Есть обоюдные претензии Мы крайней мере Можем к ним съездить И сказать Научите как Я понимаю Что вряд ли Саран много чего Может научить Слишком разные культуры Вряд ли много чего Может научить Корея И южная Кстати говоря Тоже Разные культуры Не хотелось бы Учиться у Пакистана Ну вот такое вот у меня Некорректное Обращение Отношение К этой стране Но чему-то Можно научиться Везде Чему-то Нужно Учиться У всех Итак Возвращаясь к теме Третья мировая Третья мировая Война Идет Или четвертая Очередная мировая Война идет Она просто ведется Другими средствами Другими способами Если кто не верит Что она шла Считайте Что она началась Первого марта Когда началась Уже информационная Война против Нашей страны Ну и нормально Это глобальная конкуренция Просто привыкайте Что у нас были иллюзии Не затянулись На целое поколение Национального предательства Ну что ж тут поделаешь Россия Будет ненавистна Западу Пока она существует Так получилось Так исторически Словилось Мы в этом не виноваты И Запад в этом не виноват И если мы вдруг Учезнем То и тогда Нас будут ненавидеть Потому что мы Когда-то существовали Если кому-то Это не нравится Пожалуйста Коллеги Езжайте в Европу Становитесь европейцами Русская культура Самая адаптивная В мире Мы поэтому Не создаем диаспоры Они нам не нужны Мы интегрируемся Куда угодно Если вы не хотите Быть русскими По культуре Я имею в виду Конечно Не будьте ими Это свободный Демократический выбор Каждого человека Только Россию-то не разрушайте Хотите быть европейцами Будьте ими в Европе Хотите быть попуасами Будьте ими среди попуасов Хотите быть радикальными исламистами Но у вас богатейший выбор Изжайте куда хотите Нет проблем У себя дома только негать Или у себя в бывшем доме негать Но без горячей фазы войны мы Мы можем прекрасно обойтись Без горячей фазы войны Точно так же Как можем прекрасно обойтись Без капитуляции Если война переходит в горячую фазу Это значит что вы проиграли Вы уже проиграли Если она переходит в горячую фазу В современных условиях На этой минуте Мы завершаем нашу программу До новых встреч в эфире Друзья Счастливо Час Делегина На радио Комсомольская правда Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...